Привет, ребятки! Сразу хочу сказать, что это видео будет рассчитано не на врачей, а на, так сказать, обычных людей или общую популяцию. Я подумал, что вы можете, в принципе, дать это видео своим пациентам, если хотите, или своим друзьям. И в этом видео мы поговорим о некоторых лайфхаках, как защититься от вируса. Я думаю, что ситуация сейчас складывается таким образом, что этот вирус будет с нами еще некоторое время, даже если карантин отменят, то все равно этот вирус никуда не денется. Займет несколько месяцев или даже лет, чтобы разработать вакцину. Поэтому меры предосторожности нужно будет все равно соблюдать, даже когда карантин поднимут. И для большинства людей жить все время в страхе и все время в боязни заразиться вирусом – это довольно сложная перспектива. Для некоторых людей такая жизнь вообще неприемлема. И чтобы улучшить качество жизни, в принципе, я хочу дать несколько советов, как я лично защищаюсь от вируса. Вы можете использовать мои рекомендации или можете не использовать. Это, в принципе, ваше дело. Когда карантин начнут снимать, то, как я уже сказал, все равно вирус никуда не денется. Вирус будет здесь, даже после снятия карантина. Поэтому нужно использовать меры предосторожности. Опять же, в этом видео речь пойдет не о том, чтобы защититься полностью от вируса. Это практически невозможно. А речь пойдет о том, чтобы снизить свои шансы заразиться. Но риск по-любому не уйдет полностью. Итак, давайте начнем с базового. И какие у нас сейчас есть данные, как этот вирус может распространяться? Первое – это с поверхностей и грязными руками. То есть вы дотронулись до каких-то поверхностей или пожали кому-то руку. Дотронулись до чего-то, что перед этим трогал инфицированный больной. Вирус попал вам на руки. Вы своими руками дотронулись до своего лица, до носа, до глаз. И получили этот вирус. По тем данным, которые мы имеем, этот вирус, скорее всего, еще более заразный, чем грипп. Поэтому распространение распространяется довольно легко. Значит, какой возможный второй вид заражения? Второй возможный вид заражения – это через аэрозольный путь, так называемый, или airborne, на английском этот путь называется. То есть, когда кто-то дышит или говорит, кашляет, вирус остается какое-то время в воздухе, здоровый человек подошел, вдохнул и получил вирус. Как сейчас многие эксперты считают, нужно длительный контакт с таким. Ну, длительный, имеется в виду минут 10, зараженным человеком, которым, допустим, просто разговаривает. Конечно, если человек кашляет, чихает, то сразу намного больше вируса выбрасывается в воздух. И шанс заразиться больше. Итак, учитывая эти два способа, мы не знаем сейчас, каким способом заражается преимущество. Поэтому преимущественное большинство людей, есть разные мнения по этому поводу. Поэтому нам нужно использовать стратегию, чтобы защититься от этих обоих способов. Значит, первая вещь, которую я вижу постоянно, это люди не понимают, как все время поддерживать свои руки чистыми и стерильными. И чтобы это понять, нужно по умолчанию принять тот факт, что ваши руки стерильные и все вокруг зараженное. То есть, значит, вы подошли, допустим, к двери, да, вы потрогали ручку. Все, ваша рука уже зараженная, вы должны ее простерилизовать. Для этих целей неплохо использовать hand sanitizer. Я сделал видео, ссылка будет в описании, как сделать простой hand sanitizer в домашних условиях. Значит, выглядит он вот так. Такой санитайзер на, такая бутылочка со спиртом, в принципе, на таком карабинчике. Почему это очень важно? Значит, очень важно не ложить, не класть санитайзер в сумку или в карман. Почему? Потому что, смотрите, вы дотронулись до ручки или до чего-то. Ваши руки грязные. Теперь, значит, вы грязной рукой пытаетесь достать санитайзер из кармана. Вы загрязняете весь карман. Или, допустим, вы достаете телефон, вы достаете бумажник. Вы подходите в магазин, да, перед тем, как рассчитываться, возьмите санитайзер, простерилизуйте руки перед тем, как вы достаете свой бумажник. Вы подходите и, допустим, расплачиваетесь карточкой, кредитной карточкой. Вы даете карточку продавцу, который ее проводит и отдает вам. Вы взяли карточку, простерилизуйте ее санитайзером. Еще раз, санитайзер должен болтаться на поясе, вот как, например, у меня здесь. Видите? Поэтому у меня руки грязные, я побрызгал, и все. Мои руки чистые. Мне не нужно доставать санитайзер из кармана. Это очень важно, чтобы он у вас был в доступном месте, но не в кармане. Опять же, если у вас там сумочка, вы можете прицепить этот карабинчик на сумочку. И таким образом вам не нужно лезть рукой внутрь сумки и там все инфицировать грязной рукой. Так люди и заражаются, потому что они неправильно используют санитайзер. Далее, маски. Маски лично я использую в общественных местах. Например, если я там иду на пробежку, или я иду там на берег океана, я иду просто по улице погулять, мне не нужна маска для этих целей. Если я, допустим, в госпитале, я в закрытом помещении с кем-то, или я, допустим, в магазине, для этих целей я использую маску. Сейчас много дебатов, что использовать респиратор или маску, или просто какую-то самодельную маску из футболки. Значит, ребята, что бы вы не использовали, это лучше, чем вы не используете ничего. Если все начнут использовать маски, то распространение вируса значительно замедлится. Подумайте сами, когда вы разговариваете, или, допустим, когда чихает, большая часть его выделений остается в маске или самодельной повязке. Да, вирус может проникать через эти поры, но если человек, который выдыхает вирус, и который вдыхает его оба в масках или в повязках, то значительно меньшая часть вируса распространится, и значительно меньший шанс заражения возникнет. Потому что, чтобы вам заразиться, вам нужно получить определенное число вируса. Каждому человеку это может понадобиться разное число вирусных частиц. И чем, конечно, у вас лучше иммунитет, тем меньше число вам понадобится. Поэтому многие люди вообще могут без симптома переносить это заболевание. Они получают, допустим, очень малое число частиц. Их иммунитет выработал антитела, и они не заражаются. Поэтому, ребята, что бы вы там ни говорили, но я считаю, что повязка, респиратор или маска – это всегда хорошая стратегия, особенно в общественных местах. По поводу масок и повязок я замечал неоднократно, допустим, в супермаркетах работники или в общественных местах, я не знаю, 50%, если не больше, носят маски неправильно. Я смотрел, люди спускают маску на рот, нос остается открытый. Или на маске есть такая пластмассовая штучка, которая нужно обжать нос. Вы надели маску, и вам нужно обжать нос, убедиться, что маска будет прилегать максимально плотно. То ли это маска, то ли это повязка. Такой еще момент. Маска, она в принципе не предназначена людей защищать от вируса, потому что она не прилегает к лицу плотно, как респиратор. Но респиратор должен быть индивидуально подобран. Чтобы респиратор был эффективен, нужно пройти фитинг-тест в Америке. Не знаю, если в России есть такой, когда респиратор подбирает по контурам вашего лица и убеждает, что он херметично прилегает к вашему лицу. Ребята, по возможности избегайте в эти моменты каких-то массовых сборищ, где много людей, и очень большой шанс будет заразиться этим вирусом. Даже, в принципе, вы разговариваете с людьми, держите дистанцию, держите дистанцию 2 метра. А лучше, если вы идете куда-то, и вы знаете, у вас будет контакт с каким-то человеком, особенно во время разговора. Во время разговора это как выделяется вирус, это как раз ситуация, когда этот вирус выделяется в воду. Поэтому лучше во время разговора носить какую-то маску. В общем, вот такие вот, ребята, нехитрые правила. В всяком случае, я этим правилам следую, и мне это позволяет жить более-менее полноценной жизнью и не бояться этого вируса. Потому что, как я сказал, вам все равно придется с ним жить какое-то время. Возможно, это будет несколько месяцев, возможно, это будет год, возможно, это будет дольше. Поэтому, чтобы минимизировать риски заражения, я использую вот такую стратегию. Все, ребятки, если вам понравилось видео, поставьте thumb up, дайте мне палец вверх и не забудьте подписаться. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok